Девушки отдыхают Растет, растет, растет и слава Богу не останавливается, потому что реально это вкусный продукт Но! Основные страны производства цветной капусты это Испания, это Польша, это Голландия Соответственно все компании нацелены на ситуацию для этих стран Есть переувлажнение Для выращивания капусты важно не только то, что есть вода, которую мы подаем через капельную воду Есть еще влажность воздуха Поэтому вся старая селекция, все кто помнят, раньше вроде бы нормально росло, а потом как-то стало немножко отставать Почему? Потому что корневая система по традиционной старой селекции она довольно слабая И растения рассчитаны на влажный климат, на влажные условия Наши селекционеры немножко пошли дальше и начали создавать нового типа капусты Это новая генерация капусты с сильной корневой системой, которые устойчивы к этой жаркой погоде Если опять же посмотреть на капусты цветные Они довольно отличаются от другой капусты чем? Тем, что есть ранние продукты, которые не нацелены на самоукрывание Потому что нет интенсивного солнца, они не желтеют И там самоукрывание не нужно, потому что вы до июня ее убираете Есть летнее производство Вот там уже очень важно то, чтобы было хорошее самоукрывание И чтобы растение формировало урожай при температуре 40 градусов и так далее Там самоукрывание очень важно Есть еще другой тип Это капусты, которые выращиваются на осенную уборку На подсенную уборку Поэтому если посмотреть на динамику цветы на готовую продукцию Самая дорогая это ранняя капуста Далее идет летний период Более-менее Кто смеет вырастить Кто выращивает в году Имеет еще какую-то цену Далее у нас уборка с августа, начало сентября Цены, если в любых источниках посмотреть, цены там нет никогда Почему? Потому что массовая уборка Большое количество предложений на рынке Плюс еще и то, что мы говорим Некачественная продукция Желтая, некрасивая Далее идет осень А вот здесь очень важно Важно то, чтобы гибрид выдерживал осенние заморозки Потому что 90% продуктов, которые выращиваются в Украине Они не нацелены на осенние заморозки Итак, мы имеем в конечной методе Галога, которая соцветия, по-другому можно назвать Которая 200 грамм Получаем мы первый мороз 5 градусов После этого идет у нас теплая температура Оно как было 200 грамм, так и до Нового года у нас и достояло 200 грамм Это и есть способность обновляться после осенних заморозков Америго это тот продукт, который четко нацелен на то, чтобы выращивать в осенний период, когда есть эти заморозки Выдерживает он бы с минус 7, минус 8 То есть, грубо говоря, здесь у вас 200 грамм Минус 7 градусов сверху Потом идет тепло И вы получаете 1,5-3 кг и так далее И так далее Я здесь рассказываю Происходы в ход в ход разное Но никогда не употребляйте то, чтобы цена нет Эта идея там то доллара, а то и выше То есть, это неуделенная конкуренция с той продукцией, которая поставляется с Испании Потому что там климата на мягче Но импорт у них всегда это все как на все Поэтому, если у вас не начинает поставлять при цене там 30 гривен То свою вы можете с более по 21-2, по 21 смелом продать Поэтому в ход в ход синиме это тот, который покажет себя идеальным Ему можно выращивать в летний период Проблема всего только в них нет Но такого потенциала, то есть силы урожайного и заработка Вы на нем сильно не получите Потому что при проценте у 85-90 Если сильно стрессовый год может достать и затянуть То в любом случае это гарантия получения урожая Это в любом случае гарантия хорошего заработка И невзирая на то, какая погода была сложная Это в любом случае, как органистовый аппарат И сейчас я буду показывать И геологически то, что были проблемы У них в мисоке Аэросаде Насколько она пострадала Один из самых таких причин Но в любом случае, в любом случае Через 5-2 Казань у нас не выражает Урожай Отже, подведем в подсумки Хеврид для осеннего выращивания 85-90 дней Хеврид Отменно переносит Отвищенные и пониженные температуры И после осенних заморозков Також перевага цього гибриду Для заморозчиков Цей гибрид Чудово Разработается На суцвите Вы видите, что суцвитя Не маленькие, а средние формы Субтитры делали Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семян Подписывайтесь на наш канал И ставьте лайки! Субтитры делал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал